друзья всем привет начинаем наш прямой эфир сегодня поговорим о великих боевых искусствах наших великих предков которые по мнению многих мастеров боевых искусств знали все намного лучше все патриархи люди которые жили 200 300 лет назад а лучше тысячу и даже несколько тысяч лет назад они обладали сокровенными тайными знаниями тайными каких-то невиданных школ какими-то познаниями энергетики каких-то точек каких-то хитро мудрых приемов которые надо бы вот найти выкопать из подобломков времен все восстановить и научиться этому всему потому что как известно мы в нашем цивилизованном современном мире все тупые а наши предки были куда как более умные и цивилизованные они обладали такими боевыми искусствами такими навыками которые просто не снились современным бойцам просто вообще никак и знание медицины у наших предков были намного лучше и физиологии и анатомии они были просто фантастические ребята вот поэтому конечно зачем нам все это современное лучше чем мы дальше копнем чем уйдем больше в глубь из времен тем будет на самом деле лучше вот сегодня мне написал один сам человек ну вы конечно поняли что все сарказм был да сегодня мне написал один человек значит по поводу того что в свое время бойцы джигора кана а ну что но то обсуждали как какие см стили лучше карате там бокс опять но это же вечная тема которая никогда не закончится один вы немножко в шутку немножко всерьез написала мы считаем что лучше всего это дзюдо и самбо потому что в свое время бойцы джигора кана побили всех других из многих бойцов а знаете было много тем когда какие-то бойцы какого-то направления кого-то побивали в свое время есть такая версия что бойцы то моя мы побили всех тайских боксеров а есть значит легенды когда тайские боксеры побили всех бирманских боксеров и еще кого-то и и опять же каких-то каратистов они побили есть значит версия такая что в свое время хотел японская армия на вооружение принять дзюдо но дзюдо значит оказалось настолько сложным в изучении что чтобы выучить самой бойца этим самим приемом чтобы он реально владеет надо было кучу времени потратить и потому на вооружение взяли карате потому что с помощью карате можно киллера значит вырастить намного быстрее ну вот и все такое вот это вот понимаете во первых мы никогда об этом ничего достоверно знать не будем когда приводят какие-то документы там над исторически я в этом плане с саневзоровым полностью согласен истории как таковой нет мы уже на протяжении только последних десятилетий видим как истории переиначивается 20 тысяч миллионов раз с помощью одних и тех же документов ну-ка новые появляются документы но кто же говорит что их нельзя будет интерпретировать через какое-то время по-другому история всегда была скажем так проститутка к идеологии либо она была инструментом добросовестно заблуждающихся людей пытающихся значит отстаивать какую-то собственную теорию вот и все то есть история это такая вещь которые фактом фактом который можно доверять отчасти то есть можно принимать их к сведению чтобы формировать какое-то собственное мнение но говорить о чем-то достоверно особенно то что касается было сто лет назад даже 50 уже невозможно невозможно можно лишь смотреть экстраполяцию того что происходит в настоящий момент сам сейчас так вот если говорю провести экстраполяцию и в этом говорить что вот тогда-то бойцы джигора кана победили всех допустим давайте допустим хотя бы на секунду что так и было а знаете оба было время когда с кроманьонцы победили всех неандертальцев и неандертальская ветвь оказалась просто тупиковая то есть кроманьонец и жил неандертальцы вы думаете что он занял нотариол и типа решил налишил неандертальцев корма что ли да тогда народу на земле жил два с половиной сам человека поэтому неандертальцы потому и нот исчезли вовсе не потому что им стало нечего сам жрать там от кроманьонцы заняли весь ореол а потому что кроманьонцы тупо перебили неандертальцев всех в те времена каннибализм это было самое первое дело вообще почему потому что мамонта или тигра там убить сложно а соплеменника человечешка гораздо проще особенно если у вас несколько а он один гораздо более легкую добычу представлял кроманьонцы перебили всех неандертальцев и они перебили их не и не стрельным оружием а банально какими-то палками там чем-то там еще каким-то примитивным оружием то есть фактически они применяли для этого как оружие а неандертальцы сопротивлялись оружием вот смотрите значит получается что раз тогда существовало то есть оружие то и были какие-то приемы владения этим оружием удары копьем рубящие колющие все такое прочее так наши предки все лучше знали но вероятно самая лучшая школа боя была тогда вот у кроманьонцев наверное ну уж дальше заглядывать не будем там до всяких рамопитеков там да вот там хомус эректусов и все такое прочее давайте вот как бы до этих хотя бы смотрите скроманьонцы перебили всех неандертальцев значит них была самая лучшая боевая система тогда действительно как говорят некоторые тогда когда от этого зависела жизнь от боя вот тогда и были лучше бы вести вот тогда как никогда от этого зависела жизнь и в боях с животными это надо было доказывать и с соплеменниками и с соседнего это племени всякими разными товарищами и с неандертальцев карманьонцы это все доказали да то есть жизнь от этого зависела и они выжили значит у них была самая совершенная система боя вот ребят чем надо заниматься вот надо что изучать это понимаете никаким там каратэ там ушу там откапывать эту хероту всякую но самые рациональности никогда не было никаких не доспехов ничего представляете то есть потом появились доспехи там какие-то железное оружие там а здесь у людей были просто палки-копалки каменные наконечники никаких самих доспехов представляете как они была виртуозная система боя что они могли во первых убивать друг друга а во-вторых убивать животных представляете вот это были бойцы вот вот куда надо понимаете глядеть то но ничего что они жили по хрен до маленьку ничего что не рады а учитывая тот факт что они ростиком были маленький да какие то сколько совершенно система боя была жили они мало до 20 лет не доживали очень часто прессе точно них чтобы обучаться было мало времени не то что сейчас некоторые там мастера каратэ тратят всю жизнь там до занимаются там получают данные до 80 лет тут в 20 лет человек умирал то есть он уже в 15 лет должен был быть виртуозным бойцом сам совершенным машиной для убийства можно сказать учитывая тот факт что ну реально он что-то мог начать делать в 10 лет условно говоря вот то у него было пять лет чтобы обучиться представить какая совершенная система да об этом может только мечтать за пять лет супер киллера вообще это воспитать гипер бойца да это просто что-то немыслимое да вот во вторых они были очень маленького роста если они были эти вообще то есть современный человек намного больше крупнее сильнее мощнее физически ростом выше тяжелее мощная масса больше у него они были такие маленькие никакие тем не менее это настолько они животных побеждали всяких соблезубых тигров там мамонтов гасили ну мамонтов предположим они гасили выкапывая там ямы допустим это но про но напротив совы там от соплеменников они воевали против других животных какие-то противостоять были должны со своим маленьким ростом представьте насколько значит не было виртуозная система боя что они вот такие вот маленькие никаковские то есть обучавшиеся все не более пяти лет вот настолько надобладали высочайшей степенью мастерства что у них все прекрасно получалось ребят вот так что ли надо рассуждать конечно поле что все сарказм вообще галима так вот те кто говорят что вот это вот карате вот которое было сто лет назад то который был 2 вот это вот она была она да ребят да ни хера был не она извините французский мой что я вот такое слово сказал да нифига это было не она и было она гамно да самые настоящие да накатывайте ради бога сколько мне пишут по этому поводу ребят я излагаю свою точку зрения на предмет вы можете по этому предмету иметь абсолютно другую точку зрения не надо мне про меня ничего это высказывать что я не разбираюсь не понимаю я же не говорю про вас что вы них у я не знаете опять же прошу прощения за французский за мной или там это конкретно кто-то я не высказываю предположение о том насколько вы вы хорошо понимаете в карате я могу сказать одно что я карате занимаюсь долгие годы долгие 30 лет уже карате занимаюсь и и сам считаю что то карате которые есть сейчас изучаю историю карате разные направления и стиле хотя занимаюсь одним только фудакан но был на семинарах на самых разных смотрю фильмы читаю литературу и изучаю видео и все такое прочее приемы различные беру на вооружение почему потому что занимается ммэй ммэй это интеграция это некий ну тагрегатор всего лучшего из всех боевых искусств поэтому я об этом прекрасно могу судить то есть а карате я могу судить потому что я именно изначально каратэка причем такой каратэка который именно будока то есть я реально занимался и занимаюсь и продолжаю и и и и буду заниматься и участвовал и в соревнованиях и разряды высокие поэтому я имею право судить вот когда какие-нибудь товарищи мне говорят да вы наверное не знаете как ставятся блоки поэтому вы и говорите что блоки не работают ребят это я бы как раз это вот платил я отлично знаю как ставятся блоки и именно поэтому я утверждаю что они не работают за пределами школ которые практикуют эти блоки то есть когда прошу токатовцы говорят что они заблокируют все что надо с четырьмя блоками например такими как агиуки гитан барай сотууки там учуки там любую технику заблокируют я хочу сказать что реально они не заблокируют ни одну технику если она будет выполнена в комбинаторике то есть это будет серия там из трех ударов выполненная предположим за пол секунды за пол секунды можно нанести ну три полноценных удар хороших в серии то есть хороший боксер может нанести за пол секунды три полновесных удар а вот три полновесных блока за пол секунды не сделать никогда особенно учитывая тот факт что надо понимать куда пойдут эти удары для того чтобы поставить тот блок который нужно опять же предположим где боксер выдает серию в три уровня чудан гидан и чудан я понимаю конечно что таким блоком как гидан барай можно перекрыть запросто два уровня и даже в принципе три но тогда он во времени затянется точно и следующее натакующее действие вылетит уже точно куда надо потому что не хватит для выполнения блока сам другой как это самое времени не хватит однозначно совершенно кто говорит что хватит надо просто больше тренироваться ребят а те кто бьют они тренируют больше тренировать и вот ударную технику я хочу сказать что при правильном настреле ударов удар всегда выполняется начинает выполняться раньше чем делается блок правильно выполняемый удар он молниеносен вообще если люди находятся на дистанции когда для этого не надо двигаться вперед и совершать сам поступательные действия телом а можно дотянуться до противника рукой то не ни один блок не поможет в принципе если не будет сопровожден скручиванием тела рывком тела в сторону то есть когда будет существовать кроме блока еще несколько других сам степеней сам и защиты защита дистанции защита маневром и так далее вот тогда блок самки сработает если попытаться защититься просто поставить блок на расстоянии с недосягаемости не успеть и даже успеть и только вздрогнуть с перед тем то есть как уже кулак стоять будет в челюсти торчать если будет бить человек который очень прекрасно и быстро умеет бить чего вы считаете что вы блог сумеете поставить быстрее начав делать его позже чем вас ударит человек который умеет прекрасно бить и начинает раньше бить ударную технику свою ребят что за иллюзия понимаете то есть полновесный тяжелый блок такой который можно назвать у ки учи то есть когда блок такой сметающего характера не сопровождающий нет отводящий в сторону а именно такой как и бабамс и перебили конечностям условно говоря не сработает если большой дистанции нету то есть только когда большая дистанция есть тогда такой блок работает однозначно можно то есть вы реально защищаетесь тем что маневрируете или разрываете сам дистанцию и по ударной конечности противника наносите прием либо отводите в сторону его этим ударом либо перебиваете ему конечности так далее вот тогда это работает а защититься на короткой самки дистанции когда идет обмен ударами попытаться ставить жесткие серьезные блоки это невозможно там одни мягкие будут отводящие отводящие подставки скручивание проваливание противника сайдстепом одновременно да они могут ставиться теми частями тела которым ставится сотуки то есть он реально будет ставиться у д но это не будет рубящий классический блок как его разучивает в тихо не то совсем понимаете абсолютно то есть фактически это будет нога шуке выполнены предплечьем вот и все и таких и вот как раз бокс это все доказывает потому что в боксе таких блоков дофига очень часто ошибаются те кто считает что в боксе блоков нет в боксе блоков полно причем я вам скажу что карате себе как бы в прерогативу в достижении поставила то что там есть вот эти вот все эти траектории все такие как солото такие как учи такие как аги или гидамбара и ребят эти все блоки прям вот очень похожи мы с манере выполнения по траектории но совсем не похожи по траектории но совершенно в другом стиле и манере выполнения есть в боксе и вот как они там выполняются они не в классическом варианте для карты полиции вот там они работают реально я кстати по этому поводу запишу хорошую вообще напишу хороший материал я уже подобрал кстати иллюстрации для этого в боях с мэйвейзера боях ломаченко где прямо конкретно видны блоки и агиуки и нагашиуки и гидамбара и харайуки все это есть абсолютно почти четко единственное что вот игорь сам рязанцев сказал правильно что да это многие блоки работают они так и вы это в боксе единственное что ни хрена не работает это начну чеуки вот я с ним соглашусь вот если еще на на иуки или тот же самый джудан барай он еще работает то вот учиуки по такой траектории по которой его разучивают это настолько бестолковый прием что даже трудно представить вообще как он был изобретен что человека подтолкнуло на такую на изобретение такой нерациональной техники вообще в которой даже силу генерировать то тяжело вот потому что идет такая нагрузка на рататорную смирную манжету и удар то нанести предплечьем по такой самой траектории практически сильно невозможно и сопротивляться нагрузки если давление будет очень большое тоже невозможно то есть как отводящий можно блока вот применить он очень нерациональные в своей самой траектории в замахе при этом выполнении вот и по анатомии и по биомеханике очень тоже нерациональная техника но это отдельная вещь надо на она будет отдельно целый цикл материалов записать по поводу блоковой техники в сравнении в разных боевых искусствах я особенно наверно в боксе и каратэ для того чтобы понять что на самом деле больше общего чем разного просто надо понимать как это делать чтобы это действительно работал да я не скажу что раньше в каратэ это не работало когда не умели драться да то такие с блоки работали когда научились сейчас очень драться хорошо комбинированно хорошие комбинационные техники там да сейчас ортодоксальные техника блоков перестала работать вот в чем все и дело но кто-то все равно пытается за это цепляться думая что это поможет не поможет ребят вот все что могу сказать ну все на этом на сегодня все